В минувшую субботу в городе над Бугом 956 новобранцев вооруженных сил страны поклялись верой и правдой служить Родине. Торжественная церемония традиционно состоялась на территории мемориала «Брестская крепость-герой». Командиры уверены, что слова присяги, произнесенные на этой легендарной земле, будут особенно значимы для солдат. Будущие – артиллеристы, зенитчики, пограничники и танкисты. В едином строю – представители всех родов войск Брестского гарнизона. Я должен отметить, что пополнение в этом году – оно хорошее, и тем более, что уже каждый пятый призывник, будем так говорить, он имеет высшее образование. Это тоже говорит о том, что все-таки повышается и уровень тех людей, которые приходят служить вооруженной силой в нашей стране. В городе над Бугом в силу его географического расположения особое внимание всегда принадлежит новобранцам-пограничникам. В этот раз поволнение этого рода войск было одним из самых многочисленных. Каждый будущий страж государственной границы понимает, что с этого момента вся служба и каждый поступок будет сверяться с требованиями данной торжественной клятвы. Армейская служба, особенно служба в пограничных войсках – это серьезный мужской поступок. Вот сегодня они сделали первый шаг на этом пути, приняв военную присягу. Тем самым они четко теперь знают, что с оружием в руках они готовы защищать суверенитет и целостность нашей страны. Поэтому это очень серьезный поступок. Я уверен, они будут гордиться им всю оставшуюся жизнь. День принятия воинской присяги значим не только для солдата и офицерского состава. Вместе с молодыми людьми, пополнившими ряды вооруженных сил республики, в этот день были их родные и близкие. Члены семей и друзья новобранцев признаются, что для них это событие так же волнительно, как и для самих солдат. Это такое масштабное мероприятие, грандиозное. В общем, эмоции через край. Я сам служил и считаю, что мужчина, который не служил в армии – это не мужчина. Он должен пройти эту службу и понять, что такое настоящая армейская служба. Защита Отечества всегда считалась почетным трудом и главной обязанностью каждого настоящего мужчины. А потому, несмотря на предстоящие тяготы и решения воинской службы, каждый солдат из нового пополнения готов с честью и достоинством оберегать мирное небо над головой белорусских граждан. Ведь как бы ни менялись времена и поколения, строка в биографии о службе в вооруженных силах и сегодня является одной из лучших характеристик для каждого молодого человека. Служба в армии – это довольно нелегкий период для каждого военнослужащего срочной службы. Особые трудности составляет это, конечно же, адаптация к новым условиям, к режиму дня, к новый коллектив. В силах каждого военнослужащего преодолеть эти испытания, преодолеть этот путь, собраться силами, волей, чтобы впоследствии ими гордились родные, близкие. И самое главное, чтобы он гордился самим собой.